Центр музыкального образования Камертон принял участие в федеральном проекте «Культурная среда» Национального проекта «Культура». Главная их цель – дать новый старт в развитии отечественных образовательных учреждений культуры. Так, Камертон получил средства на приобретение нового оборудования и музыкальных инструментов. Подробнее об обновлении Центра музыкального образования расскажет Юлия Никифорова. В рамках федерального финансирования в Центр музыкального образования Камертон поступило очень большое количество всевозможного нового оборудования. Одних только музыкальных инструментов получено 27 единиц. Все новые, красивые отечественного производства – это главное правило участия в федеральном проекте. Вы видите игру неоднократного лауреата международных конкурсов Софьи Семянко на российском фортепиано. Здесь прекрасное оборудование, инструменты просто замечательные, они прекрасно звучат, и работать на них – большое удовольствие. Наше фортепиано-отделение получило пять замечательных фортепиано Михаил Глинка. Это большой подарок, это большая радость для нас, для всех. Преподаватели счастливы работать с нашими ребятами за такими инструментами. Я думаю, нам очень-очень повезло в этом плане. Ученики Эльфира Манапова, преподавателя народного отделения, тоже играют на новых инструментах. По федеральному проекту Центр получил аккордеон Юпитер, баян Академа, еще три ученических баяна Тула. Звездочки камертона Вера Гордикова и Владислав Аскаров теперь играют на новеньком аккордеоне и баяне. Также по федеральному проекту камертон получил более 600 экземпляров нотной учебной литературы, сценическую мебель, оборудование для зала и кабинетов. Кабинеты теоретических дисциплин – это интерактивные доски, это очень удобно педагогу и очень наглядно для детей. Это проекторы, это огромный проектор, он очень, конечно, дорогой, в актовый зал, светодиодные прожектора, светящиеся головки – это все, что получили мы для того, чтобы в нашем большом концертном актовом зале проходили проекты, мероприятия городского, областного, и мы даже готовы всероссийского уровня провести мероприятие. Это мебель для детей. Почти что во всех кабинетах поменяли парты. Общая сумма, которую получил Центр музыкального образования на развитие – это 7 миллионов 721 тысячи рублей. В честь завершения участия в федеральном проекте в Центре Камертон был организован концерт. Дети играли на новых инструментах, гостями музыкального праздника стали ученики трех соседних общеобразовательных школ. Они смогли оценить в действии еще одну новинку – новый лазерный проектор. С его помощью журналист телекомпании ТВН Александр Сидельников украсил выступления юных музыкантов своими видеозарисовками южноуральской природы. У телекомпании ТВН и Центра музыкального образования Камертон существует совместный проект. Мы его начали еще в прошлом году, мы его продолжаем в этом году. Называется он Камертон Плюс. Ну и когда Центр музыкального образования получил вот это новое потрясающее оборудование, в частности вот этот новый проектор, лазерный, беспиксельный, это действительно профессиональное оборудование, причем не просто профессиональное, а профессиональное оборудование экстра-класса. Это, конечно же, дает совершенно новые сценические, прежде всего, возможности. Мы решили помочь освоить это оборудование и создать для него какое-то наполнение. Видеоверсию концерта воспитанников Камертона в синтезе со съемками Александра Сидельникова можно будет увидеть в эфире телекомпании ТВН. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.